Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение посланий апостола Петра. Сегодня мы начинаем чтение первого послания апостола Петра. Это послание относится к афолическим посланиям апостолов, которые имеют вселенское значение и своим адресатам как бы с самого начала имеют в виду всю церковную эйкумену, то есть Вселенскую Церковь. Апостол Петр без сомнения является автором этих двух посланий. Известно, что он проповедовал главным образом в Малой Азии, в Антиохии. Он основал Антиохийскую Церковь, он основал Римскую Церковь. И известно, что он был распят на кресте в Риме или в 64-м, или в 67-м году при императоре Нероне, когда были первые гонения против христиан со стороны античного мира. Именно в память об этих гонениях был установлен Петровский пост, с началом которого я, пользуясь возможностью, всех поздравляю. Евсебий Кисарийский в своей церковной истории пишет. Петр, по-видимому, благовествовал иудеям, рассеянным по понту Галати, Вифиния, Каппадокии и Осии. Под конец жизни он оказался в Риме, где и был распят головой вниз. Он сам счел себя достойным такой казни. Почему Евсебий пишет, что Петр счел себя достойным такой казни? Потому что Петр считал, что быть распятым, как его божественный учитель, он явно не достоин. Поэтому попросил изменить форму распятия. Это предложение, эта просьба как-то спровоцировала этих римских солдат, может быть, насмешила их, и они распяли пожилого апостола вниз головой. Есть фрагмент речи древнехристианского экзегета, о котором мы знаем только то, что он назывался Андреем, который пишет о Петре. «Этому апостолу было повелено проповедовать обрезанным, поэтому он призывает к Евангелию не только живущих в Иудее, но и через окружное послание, то есть послание, имеющее адресатом всех, стремиться проповедовать везде рассеянным иудеям, что надлежит подвязаться за веру, которую они приняли, что, сохранившие ее, должны воспринять великие, нетленные и небесные блага». Это то, что касается содержания первого послания апостола Петра. По принятым в то время правилам человек в начале послания должен представиться. И послание начинается словами «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Капатакии, Осии и Вифинии, избранным». Здесь, с одной стороны, он представляется, что он Петр, апостол Иисуса Христа. Апостол – это человек, который совершает посольство от имени Царя Христа в этом мире. Православное догматическое богословие устанавливает, что в истинном человечестве Христа им совершалось три служения. Христос как первосвященник, Христос в своем человечестве как пророк и Христос в своем истинном человечестве и божестве как царь царей. Исповедуя во Христе истинного человека и истинного Бога, в его истинном человечестве мы научаемся подлинной человеческой жизни. И едва ли Христос мог бы стать для нас Учителем, если бы Он оставался только Богом и не принял бы на Себя человеческое служение через воплощение на земле. Эта мысль отражается в посланиях Петра, когда Он настаивает на том, что Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по стезям Его. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галате, Каппадокии, Осии и Вифании, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа благодать Вам и мир да умножатся. Надо сказать, что это одно из ранних новозаветных свидетельств о почитании Отца, Сына и Святаго Духа. Мы должны обратить внимание на те аспекты, которые выделяет Петр по отношению к Отцу, к Духу Святому и к Сыну Божию. Об Отце он пишет по предведению Бога Отца. Бог является причиной существования этого мира, и Бог является конечной целью существования этого мира. «Когда сам апостол Петр в Кесарии Филипповой исповедовал Иисуса Христа Сыном Божиим и Мессией, то Христос сказал ему, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, который на небесах». Предведение Бога Отца заключается в том, что Он предузнал нас, а кого предузнал, тех предопределил пребывать в благости исполнения воли Бога. Когда Петр здесь говорит о действии Духа Святаго, он пишет «при освящение от Духа». Действительно, Дух Святой, сокровище благих и жизни подателю, это и есть то освящение, которое благодатными потоками нетварных энергий изливается на всех верующих в явление божественной любви, о которой апостол Павел в своих посланиях и говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Когда Петр здесь говорит об Иисусе Христе, он говорит, что освящение от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. «Мы не смогли бы примириться с Богом Отцом, и мы не смогли бы принять Духа Святаго, если бы кровь Иисуса Христа, Сына Божия, не была бы излита за наши грехи и преступления». Далее мы читаем «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас в воскресенье Иисуса Христа из мертвых купованию живому». В самом начале этого стиха, третьего стиха, мы видим благословение Бога. Эта формула, она унаследована из Ветхого Завета. Нечто подобное мы видим в Бытие 14.20. В еврейской традиции это называется баруха, то есть молитва, благословение, которое начинается словами барух ата адонай, то есть благословен ты Господь. Хотя в нашем понимании благословение проистекает от большего к меньшему, казалось бы, это очевидно, и возникает вопрос, «А как человек может благословить Бога?» «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», пишет здесь апостол Петр. Имеется в виду, что в Боге мы живем, движемся и существуем, как сказано в Библии. Но назначение нашей жизни прославлять Бога в понимании древних отцов Бог и создал нас для славы своей, чтобы благостью собственного существования лиц Святой Троицы поделиться с несотворенными существами, которые были сотворены из небытия в бытие, поделиться собственной благостью. И мы обязаны прославлять Бога не только словами, но и всей своей жизнью. Поэтому любой грех, который совершает верующий человек, он воспринимается как поношение имени Бога, оскорбление имени Всевышнего. И, напротив, когда мы живем в соответствии с волей Бога, таким образом мы благословляем Создателя в том смысле, что стремимся, приняв от Него благословение, хоть что-то вернуть Ему собственно самой жизнью нашей, хотя при этом мы понимаем, что нам и вечности не хватит для того, чтобы отблагодарить Бога за дар спасения вечной жизни в Нем и с Ним. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости возродивший нас в воскресение Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Вот здесь возникает вопрос, а как воскресение Господа Иисуса Христа может возродить нас из состояния смерти к упованию живому? Имеется в виду, что любой человек живет под страхом собственной смерти. И этот страх собственной смерти, он усиливается и усиливается в жизни каждого из нас со временем, когда наступает, обнаруживается нами процесс нашего собственного старения. Страх смерти парализует человека, его деятельность и его религиозную свободу. Но веруя в Иисуса Христа, который воскрес из мертвых, мы веруем в то, что даже если мы умрем, мы воскреснем. Поэтому вера в воскресение Христова – это есть упование живое, что смерть не имеет над нами окончательной власти. Христос – победитель смерти, и этой победой он делится с каждым из нас. Итак, мы веруем в воскресение Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хоронящемуся на небесах для вас, пишет апостол Петр, силой Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Здесь имеется в виду то, что когда Христос воскрес из мертвых, по прошествию сорока дней Он вознесся на небо в человеческом теле и воссел на небесах в Царстве Бога Отца, одеснуя Отца Небесного. И в Себе Самом, как в нашем сателеснике, Он посадил и каждого из нас на небесах, что позволило апостолу Павлу позже сказать, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах, одеснуя Бога Отца. И нам обещаны великие благо будущей небесной жизни, которая откроется для нас в полноте в последнее время. И далее апостол Петр пишет, «Осём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений». Действительно, в сравнении с той славой и с той благостью, которые ожидают нас на небесах, любые, даже самые страшные страдания выглядят как что-то немногое, что мы должны принять и, приняв, преодолеть. И далее седьмой стих апостол Петр пишет, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Итак, здесь говорится о том, что испытание веры совершенно необходимо для нас, чтобы сама вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота. надо сказать, что именно в посланиях апостола Петра со всей очевидностью озвучивается мысль, которая присутствует в пророчествах Исаии, о том, что этот мир, который называется вторым миром, в котором мы с вами живём, он сберегается для огня. И далее Пётр пишет, что земля и все дела на ней сгорят. Нечто подобное мы находим и у пророка Исаия. То есть первый мир допотопный погибает в водах потопа, другой сберегается для огня. Когда стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И христианин должен не чуждаться этого огненного испытания, которое грядёт на всю Вселенную. Он должен переносить, как некую скорбь, немногою скорбь в сравнении с той вечной, благостной жизнью, которая открывается нам на небесах. В явлении славы Иисуса Христа. И восьмой стих. Здесь Пётр пишет о Христе. «Которого, не видев, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславною, достигая, наконец, верой вашею спасение душ». Действительно, в отличие от апостола Петра, который видел Иисуса Христа, лично общался с Ним, мы не пережили ничего подобного, и мы не знаем Христа по плоти. «Но мы веруем в Него, которого, не видев, любите», пишет здесь Пётр. «Но мы и веруем, потому что прежде обнаружения дара веры возлюбили Христа, его возвышенное учение, приняли истину евангельского откровения с любовью, срастворив верою в собственном сердце». Достигая во Христе и со Христом спасение собственных душ. И далее апостол Пётр пишет, вспоминая о древних пророках, которые тоже имели откровение о грядущем спасении во Христе и со Христом. К сему-то спасению, то есть евангельскому спасению, относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, то есть пророки только предсказывали о той благодати, которую мы имеем во Христе и со Христом. Которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Здесь апостол Пётр касается очень важного вопроса. Это вопрос о том, что из древних дух Христов, то есть божественный логос, слово Божие, звучало в сердцах пророков. Пророки, которые говорили духом святым, они говорили от духа Христова, от логоса слова, то, что Христос, как логос слова, влагал в их сердца. При этом мы называем Библию Словом Божиим, и мы понимаем, что это Слово Христа, ибо дух Христов издревле говорил в пророках, о чём здесь и пишет апостол Пётр. Но Слово Божие и есть Бог. Вначале было Слово и ниже. И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И Слово было у Бога и Слово было Бог. Исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них, то есть ветхозаветных пророков, дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Действительно, у ветхозаветных пророков мы находим вот эти предвозвещания страданий Христа. Их так много, что пророка Исаию некоторые называют пятым евангелистом. но пророчества о страдающем Мессии мы встречаем и в Псалтире, и у других пророков. Им, то есть пророкам, открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам. То есть сами они умерли до пришествия Христа. Но мы, воспользовавшись проповедью пророков, восприняли все эти свидетельства о Христе. Что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Мы знаем, как Дух Святой был послан с небес когда Сын Божий своей кровью очистил нас от всякого греха и чудом своего воскресения совершил наше оправдание. Он вознесся на небо и умолил Отца и Отец послал Духа Святаго. И проникнуть в эту тайну желают ангелы, но и для них она непостижима. Далее апостол Петр призывает верующих быть святыми во всех своих поступках, потому что Господь наш Свят. Посему, возлюбленные, припоясав чесло ума вашего, бодрустуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явление Иисуса Христа. То есть Христос в своем пришествии это и есть милость Божия, обращенная ко всем мирам, как и сказано в Евангелии, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел бы жизнь вечную. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, то есть Христа, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано будьте святы, потому что я свят. Вот эти слова апостол Петр берет из 11 главы книги Левит, книга Левит в Ветхозаветной традиции, это книга святости, жреческий Левитский кодекс, в которой рассказывается о том, что чисто, что не чисто в глазах Божиих, и как совершать необходимое освящение и очищение. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Агнца. Действительно, мы искуплены кровью Сына Божия, кровью непорочного и чистого Агнца. Здесь прямая такая аллюзия с книгой Левит, на которую уже сослался Петр, где очень подробно рассказывается, как выбирать Агнца без пятна и порока. И Яхве-Иры Бог-Отец усмотрел Агнца, послав в этот мир Сына Своего. И Сын Божий еще до сотворения мира изъявил желанием, если мир двинется не в том направлении, явиться в этот мир, воплотиться среди нас и стать жертвой за наши грехи и преступления. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, то есть, когда мир еще не был создан, на Совете Лиц Святой Троицы было принято решение, что если мир уклонится от божественной орбиты, то Сын Божий воплотится на земле. И о нем сказано, предназначенного еще прежде создания мира, то есть, в жертву за этот мир, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. почему здесь сказано, что мы уверовали через Него, то есть, через Христа в Бога. А разве люди до Христа они не могли уверовать в Бога? На самом деле нету мира без Христа и до Христа. как Христос однажды сказал, прежде чем Авраам был я есть, то есть, от начала сущий. И Дух Христов из древней говорил в пророках, а в последнее время, когда Господь воплотился, Он и сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому здесь и сказано, уверовавших через Него, то есть, через Христа, в Бога, который, то есть, Бог, воскресил Его, Христа, из мертвых, а разве Сам Христос не мог воскресть силой ипостатного божества? Как Сын, Который покорил Себя воле Отца, Он получает возможность воскреснуть, Но как Бог силой собственного ипостасного божества, Он встает из гроба действием Духа Святаго. Поэтому воскресение Христа – это дело лиц Святой Троицы и Отца, и Сына, и Духа Святаго. А здесь выделяется аспект Его Христа подчиненности Отцу. И сказано, что Бог Отец это, Который воскресил Его, то есть Христа из мертвых, и дал Ему славу, то есть прежде всего как человеку, ведь Христос был не только Бог, как Бог Он и не терял никогда своей славы, но здесь в славу входит истинное человечество Христа, а через Него и все человечество, как Его сателесники. Чтобы вы имели веру и упование на Бога. Упование на Бога это то, что с нашей физической смертью наша жизнь не кончается. Человек рождается для смерти, но умирает он для жизни. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Итак, здесь говорится о том, что мы должны проявить послушание духу истины, очистив души наши к нелицемерному братолюбию, для любви от чистого сердца, как возрожденные, то есть заново рожденные, не от тленного семени, не в результате каких-то там реинкарнаций, но от нетленного, от самого Слова Божия, живого и пребывающего вовеки. Действительно, Слово Божие, оно живо и истинно, оно всегда актуально, и оно усиливает нашу веру. Поэтому, когда вы заходите на сайты православные, где изучается Священное Писание, вы умножаете свою веру, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засухла трава, и цвет ее опал». То есть, те, которые выстраивают неправильную иерархию, ценностную в своей жизни, и предпочтение отдают плоти в ущерб собственному духу, они должны знать. Всякая плоть, трава. «Но слово Господне 25 стих пребывает вовек, и это есть то слово, которое вам проповедано». Вот этим восклицанием Петр оканчивает первую главу своего послания. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз на нашем библейском портале Экзогет мы будем рассуждать, иметь рассуждение над второй главой первого послания апостола Петра. иметь расслабления петра. И его тема мей премьи позиции